У нас сегодня завершающий доклад, в котором мы попробуем представить вам наше понимание того, как нужно и в каких направлениях нужно развивать, и мы предполагаем развивать продукт. Сразу для тех, кто смотрит нас в онлайне, я хотел бы оговориться, что в начале рассказа по Bitrix24 мы бы хотели представить новую стратегию, бизнес-стратегию по Bitrix24 и считаем нужным вообще сказать о ней несколько слов. Но чтобы сохранить немного тайну, мы буквально на 10 минут отключимся от онлайна. Извините, пожалуйста, все, кто смотрит нас. То есть это не очень долго продержится секрет, где-то до марта, но в общем в марте мы, наверное, уже всем подробнее, детально расскажем. Итак, что еще хотелось бы вначале сказать, что в этой презентации будет больше, чем мы успеем сделать. И мы знаем, наверное, об этом. Мы бы хотели вам показать все прям горячие направления, потому что окончательное решение о некоторых опциях, позициях того, что мы планируем выпустить, во многом зависит от нашего с вами диалога. От того, что вы, собственно, обсуждали здесь с ребятами, как подходили к Юре, к Юрам, к Вадиму, к ребятам, обсуждая задачи. Мы ориентируемся на эти вопросы, но нам нужно показать вам целый комплекс для того, чтобы вы понимали, куда мы, собственно, планируем развиваться. Сергей, перебью, пардон. Я правильно понял, что нужно сейчас выключить онлайн? Нет, не сейчас. Ты скажешь. Да, я скажу, когда необходимо отключить онлайн. Итак, собственно, мы предполагаем, традиционно, напоминаем, мы выпускаем два, у нас есть два сезона, весна-осень, и мы выпускаем по два релиза каждого из продуктов. Собственно, вот продуктовая планка, управление сайтом, один из Bittrex Enterprise, мобильное приложение, Bittrex 24 в облаке и в коробке. В общем, решений много, они самые разные, и мы будем говорить о этих продуктах. Первая презентация будет посвящена Bittrex 24. В этом году у нас есть некий такой план сделать три релиза. Один прямо в начале, мы чуть-чуть позже об этом поговорим, и мы покажем его состав этого малого релиза. И, собственно, наверное, ближе к лету и уже осенью. Ну, осенний мы вам состав не покажем. Ну и, собственно, два релиза по этим продуктам. Итак, первый релиз, который мы условно называем малый, который будет включать в себя, собственно, вот такой состав. Сейчас мы поподробнее поговорим о тех или иных моментах. И первый пункт – это изменение бизнес-стратегии. Ну, собственно, наверное, я сейчас попрошу на некоторое время поставить на паузу онлайн-трансляцию. Подождем, пока коллеги нам махнут рукой и двинемся дальше с этим рассказом, с обсуждением. У меня, кстати... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Окей, мы пообсуждаем. Да-да-да, окей. Хорошо, пообсуждаем отдельно. Итак, давайте дальше будем двигаться. Что мы планируем дальше делать? Мы хотим упростить систему регистрации в соответствии с изменением бизнес-стратегии. И появляется кнопочка зарегистрироваться, чтобы, например, вы по умолчанию завели, битрикс24, кинули ссылку, и все могли нажать зарегистрироваться, сами заполнить свой профиль, и у админа появляется только кнопочка принять, не принять на портал. То есть чтобы все упростилось, не надо было каждого приглашать по e-mail. Кажется, что это должно быть удобней и усилит, собственно, виральный эффект по появлению проектов с большим количеством участников. Приглашать смогут все сотрудники и только администратор. Мы тоже планируем упростить. По умолчанию будет включено, но можно будет, конечно, всегда отключить. То есть опять же, исходя из того, что могут появиться совершенно другие компании. Так, бизнес-чат. Что в этом вопросе мы планируем развивать? Еще раз напомню, это малый релиз, который предварительно мы рассчитываем в начале марта сделать. То есть мы хотим сделать большие изменения как можно раньше в начале года для того, чтобы проверить и заработала вся концепция. Это уже скриншот с нашего портала. Кстати, обращаю внимание. 03361 человек онлайн. Вот учитесь работать. Это так вот. Кстати, там народ с экстронета. Там частенько приходят по ночам. То есть появление чата справа. Эта часть выйдет в начале. Мобильное приложение. Мы экспериментируем с чатом на главной странице. Вот сейчас на наших порталах уже есть такое решение. Вот он, собственно, на первом пункте. Если захотите, могу вам показать на мобильном приложении. И можно будет живую ленту сделать главной, чат сделать главной. И возможно потом и CRM сделать главной. То есть чтобы выбрать ту главную страницу, с которой ваш портал стартует, в зависимости от того, с чем вы работаете. Мы видим, что есть несколько категорий клиентов. Кто-то в чатах сидит. Причем даже иногда в одной компании. Кому-то нужен чат, кому-то больше живая лента. Опять же на нашей компании. Ну а кто-то непосредственно работает в CRM. Счетчики новых событий в живой ленте. Счетчики новых событий в живой ленте. Наверное, я не буду сейчас детально на некоторых моментах останавливаться. Нетвор 2.0. Мы планируем довыпускать то, что запланировано. Сейчас завершаются доработки по нотификациям по друзьям. Я давно мечтаю, чтобы у людей появилась, и у меня в том числе, появилась ссылка, на которую всегда можно ссылаться, и которую можно ставить в подписи. Bittrex24.net.rsv. Чтобы на нее кликнув, мы забрасывали человека на нетворк, смотрели, какой у него портал по умолчанию. И если у него есть Bittrex24, у меня появлялся, либо открывался мой чат уже с Сергеем Рыжиковым. Если, соответственно, нету, то я непосредственно в нетворке мог пообщаться с человеком. Не на профиль, а именно в чат, и непосредственно для того, чтобы можно было общаться с человеком. Передача файлов и видеозвонки. Ну и, собственно, планируем выпустить нетвор 2.0 в коробку, чтобы можно было из коробочных версий между коробочными версиями коммуницировать. Это часть, которую планируем в первом релизе доделать по нетворку. Чат-бот. Мы ведем уже в полном объеме работы по адаптации чат-бота, по обучению его диалогам, по приданию ему характеру. Наталья Грихина много общается с этим чат-ботом, коммуницирует. И не только с чат-ботом, а с людьми, которые ему там подкручивают всякие запчасти. Одним словом, мы считаем, что в этом релизе появится чат-бот, который будет доступен для коммуникации, для поддержки, для рекомендаций по использованию инструментов. Он будет напоминать, что вы не поставили мобильное приложение, что необходимо лайкать людей, ну какие-то основные такие сценарии. Ну и мы будем дальше учиться выполнять, видите, как мы говорим, команды. Поставь задачу тому-то или сделай какое-то действие. Одним словом, мы начинаем большую историю по интерактивным коммуникациям с клиентами. О, еще одна штука такая. Вообще нам не нравится, нам не нравится, что приходится открывать Microsoft Online или Google Docs, и у нас появится редактор, наверное, какой может быть критерий удачный? Лучше, чем Google Docs. Верите? Открываться точно будет. Кивните. А вот спорим, что он будет лучше. Итак, появится онлайн-редактор. Это реальные скриншоты, которые позволят вам работать с текстовыми таблицами, полная совместимость с документами, HTML5, Canvas, много всяких других правильных слов, просмотр, редактирование, совместная работа с документами. При этом авторизации никакой дополнительной не надо, вы будете пользоваться обычной авторизацией. Мы лицензируем OnlyOffice, если вы знаете такой продукт. Когда-то он назывался TeamLab, коллеги сейчас акцентировали все внимание на выпуске именно офисного приложения. Мы достаточно давно общались и коммуницировали. Вообще нам очень нравится их продукт, нам кажется, что он очень высокого, хорошего качества, и мы сможем предложить очень интересное решение. Но не только онлайн-работа с документами. Здесь они расхваливают немного свою технологию. И надо сказать, что мы вообще видим очень высокую аутентичность отображения документов. Они прям точности практически похожи на то, как отображает их десктопные версии майкрософтовских продуктов. Что, в общем, часто становится важно для клиентов. Совместное редактирование с онлайн-документами. Они позволяют и обеспечивают такой режим полноценный текстовый онлайн-редактор. Причем он будет доступен как в облаке, для облака. Будет отдельная лицензия, которую можно будет приобрести для коробки. Потому что мы знаем, что клиенты будут ожидать такого решения. Это будет готовая виртуальная машина, которую можно будет продать клиенту. Вы сможете ее продать. Мы попозже анонсируем цены, но они, в общем, вполне адекватны. Можно будет предложить клиентам решение, которое будет развернуто внутри их офисов. Редактор электронных таблиц. Полноценный, нормальный, готовый для просмотра работы с таблицами. И работа с презентациями. В целом, мне, наверное, правильнее было бы показать вам редактор или показать вам, как это все устроено. Но я думаю, что в скором времени прототип у нас уже работает. Работает. Я думаю, что в скором времени вы сможете пощупать и попробовать. Вообще, это очень важный шаг. Потому что и клиенты в облаке, и в коробке оценят удобство открытия, просмотра документов без дополнительных сложных авторизаций. Задача. Мы продолжаем двигаться в этом направлении. О, все-таки видео уже было, да? Да, это ролик, который рассказывает здесь. Это новый интерфейс задач. Сергей уже говорил, вернее не Сергей, Вадим говорил в начале, что есть две схемы работы с документами. Есть простая схема, когда не нужно клиенту никакие дополнительные возможности. Ему просто быстро нужно создать задачу. И интерфейс совсем минималистический. Есть расширенный режим работы, когда нужно дополнительные поля, когда нужно заполнять крайние сроки, когда нужно добавлять какие-то учеты, проекты и так далее. Вот как раз первый кусочек ролика был простой совсем режим. В данный момент я нахожусь в более расширенном режиме. Создаю, подсоединяю проект, выбираю необходимые действия и создаю себе задачу. Вот в таком виде будут задачи как бы работать. Не обязательно будет раскрывать все эти сложные элементы. Обратите внимание, возле каждого элемента есть иголка. То есть, например, если вы работаете задачи, ставите всегда проект, приколите для себя элементы и всегда работаете с формой, которая адаптирована. Не раскрывайте весь этот сложный элемент. То есть форма будет подстраиваться под вашу необходимость. Здесь еще есть дефекты верстки, дефекты сборки, но в целом это уже такой работающий прототип, который близок к завершающим этапам. Это вживую писалось прямо с разработчиками машины. Мы также в этом первом релизе рассчитываем завершить работу задач вместе с e-mail'ами, чтобы можно было вам с клиентами или с партнерами, с исполнителями общаться, ставить им задачи по электронной почте, так же, как мы работали в живой ленте, так как мы планировали эту часть. Очень хотим завершить работу по мобильным задачам. Прямо активно работаем, тоже боевые скриншоты. Надеемся, что к этому релизу сможем представить и мобильные задачи. Движемся дальше. CRM. Умные реквизиты. Тот момент, который у нас застрял, мы доделали. Заполнение по NN и много контактов. Эту часть, в общем, уже завершаем. Мы тоже уверены, что эта часть выйдет в этом малом релизе. Не буду повторяться, здесь, в общем, все понятно. Мобильная CRM. Опять же, работаем над этой задачей. У нас, в общем, все идет по графику. Надеемся, что задержек не будет, и мы сможем представить вам мобильную CRM в малом релизе. Интеграция с Office 365. Здесь мы, самое главное, хотим сделать авторизацию, чтобы можно было авторизоваться где-то единожды при поддержке, например, Office 365. И будет автоматически подключен OneDrive, будут подключены другие приложения, связанные с Office. Это подключение корпоративного бизнес-аккаунта, чтобы можно было всех пользователей, которые его используют, автоматически видеть в B24. Ну и работа с документами Office 365. Вообще есть такой спрос, особенно со стороны иностранных, западных клиентов, и небольшой, но есть такой спрос и России. Вот насчет подключения всех, перенесения всех пользователей, пока мы не до конца уверены, а, собственно, авторизацию и работу с документами вроде как прототип сделали, все должны успеть к этому релизу. Итак, вот этот первый релиз, который ориентировочно в начале марта мы планируем выпустить, будет включать изменения бизнес-стратегии, изменения системы приглашений, чаты, нетворк в этом объеме, бот, B24 Office, доработки по задачам его, собственно, выпуск новых форм просмотра и редактирования, CRM и интеграции с Office 365. В общем, должен получиться такой бодрый релиз. Идем дальше. Второй релиз, мы его называем большим. Ну что ж, тут нам тоже нужно представить ряд концепций. Юр, перечисли пока каркасно. Ну, самое основное – это коммуникации Bittrex 24. Это мы дадим блок коммуникаций, который можно будет устанавливать и использовать как в рамках B24, так и в виде JS можно будет устанавливать на различные сайты, публичные страницы, в подписи, в каких-то аккаунтах социальных сетей и так далее. Это задачи, мы продолжим их использование. Появятся веб-формы со страницей публичной в рамках B24. А давай прям уже по списку пойдем, потому что я что-то подумал, перечисляю сейчас. Так, поехали про коммуникации 24. Опять же, это пока рабочее название, которое объединяет в себе набор некоторых инструментов. Мы еще не до конца решили, как мы будем продавать эту штуку, но сможем рассказать, как мы понимаем идею. Проблематика. Мы предполагаем, что клиенты хотят и клиентам нравится общаться в чатах. Причем не только там в обычных чатах, они предпочитают внешние мессенджеры, у каждого есть свои. И в перспективе, конечно, мы прям все бы мечтали как-то интегрировать все мессенджеры, которые есть на рынке. Ну, как компания. Потому что это кажется удобным. Но один на один отвечать компании крайне неудобно. Нужно решать проблематику очереди. То есть сообщения поступают, их нужно маршрутизировать между сотрудниками, нужно отвечать, видеть историю. И нужно каким-то образом организовать обработку внутри компании. Такой чат-центр. Не колл-центр, а он должен появиться чат-центр. Мы назвали эту идею открытыми линиями. Сейчас мы расскажем, что у нас пока включается в блок. Открытые линии. Об этом мы сейчас объясним идею. Обратный звонок сайта, форма запроса. Ну и чат-бот, который сможет, собственно, в онлайн-коммуникациях выполнить какую-то важную задачу. Что такое открытые линии? Мы, наверное, попробуем объяснить на примере того, как создаются сегодня обычные чаты. Собственно, вы помните, у нас есть чат один на один, закрытый чат, открытый чат. И мы предполагаем, что будет создание открытой линии. По умолчанию, у каждой компании при установке мы создадим открытую линию. Например, шутили, упоминали интерволга. У нее будет адрес в нетворке, bitrix24.net, интерволга. Это открытая линия, например, этой компании. Соответственно, так же, как в открытом чате, мы можем набрать, кто будет участниками, кто будет обрабатывать запросы этой открытой линии. Например, там 3-4 человека. Например, мы с Юрой Волошиной. Я вот дальше не помню, как там структура представлена. А, здесь мы планируем все объяснить, да? Или дальше будет? Подробнее будет, да? У открытой линии есть настройки по умолчанию. Мы об этом чуть позже скажем. Мы ее опубликовали в нетворк 2.0, но это необязательно можно и не публиковать. Создаем открытую линию с именем. Ссылку можно использовать на сайтах. То есть, например, в подписи можно поставить. Или где-то опубликовать. Просто кнопку сделать, которая будет вести на чат. А можно получить JS, который сделает на вашем сайте чатик. Вот здесь немножко с цветом нам тяжеловато видеть. Собственно, три кружочка. Один чат, один обратный звонок и форма обратной связи. Скорее всего, пока мы тоже об этом спорим, сам чат будет выглядеть вот, собственно, как здесь справа. Мы хотим некоторую аналогию с мессенджером, да? Чтобы это немножко было похоже на мессенджер. Хотя есть и концепты, которые похожи на традиционные чаты, которые бывают на сайтах. Вот, собственно, такие бывают или такие. Но это обратный звонок. Нет, это обратный звонок, да. Да, закажите номер и можно будет выполнить обратный звонок. Ну или форма обратной связи. Конечно, мы считаем, что все это должно быть интегрировано с CRM. Собственно, для этого все и затевается. Теперь давайте вот в случае со Степаном, с интерволгой. Создали открытую линию. Пользователь либо на сайте нажал «Написать», либо кликнул по этой ссылке. И к нам начали приходить сообщения. Пришло там их 3-4 сообщения. Мы рассудили таким образом, что мы можем рассматривать открытую линию как телефонию, систему обработки звонков. То есть очередь. Давай вот сначала объясним. А где у нас параметры? Секунду, я вернусь сюда еще. Мы рассудили так, что будет у канала в открытой линии такие же настройки, как у телефонного аппарата. То есть кому перенаправлять эти сообщения? Мелко здесь, да? Какой способ распределения? Как в телефонии. По очереди распределения всем сразу. То есть кто взял первый, тот и получил этот звонок. Либо по очереди, как в телефонном аппарате. Кто первый, тот первый получил, второй, третий и так далее. Будет время, в течение которого, например, вы должны будете ответить на это сообщение. Например, 3-5 минут вы выберете там самостоятельно. И если не отвечаете, то сообщение возвращается в очередь и по правилам очереди уходит другому пользователю. Ну и соответственно тут еще ряд других обработок, в которые, наверное, мы не успеем детально прыгнуть. Давай сейчас вернемся, как это выглядеть будет. Каждый человек находится в своем чате. Он занимается какими-то рабочими вопросами. При появлении сообщения он его может увидеть, посмотреть, о чем пишет этот пользователь. И у него будет, собственно, прежде чем… Это еще не прочитано сообщение. Для пользователя он не прочитан. Но он находится на той стороне сайта или находится на странице чата. Вы либо отвечаете, либо пропустить, возвращаете в очередь, и оно дальше уходит другим. Либо переадресуете. Как звонок. Собственно, как с телефонными звонками. Эта концепция оказалась понятной. Если вы нажали ответить, все, вы начинаете общаться с пользователем. Вся история коммуникации строится таким же образом, как вы, собственно, с пользователем и работаете. Дополнительно мы считаем, что должны появиться частые ответы. Ну, собственно, что возникает. Кстати, будет здорово и коллегам использовать частые ответы. Так часто мы им «доброе утро» говорим. Можно не набирать на клавиатуре. Я шучу. Любое сообщение, которое вы написали, можно будет сделать типовым ответом. Можно будет… Здесь у нас что? Мы предполагаем, что будут формы, которые можно встроить в чат. Например, проголосуйте. Или заполните вот эти данные, чтобы мы могли правильно оказать вам поддержку. Этот вот кусок как раз будет загонять данные в CRM. То есть это автоматизация. Ты у человека спрашиваешь какие-то данные, выкинул ему эту формочку, но и заполнил, она автоматически попала в CRM. Да. Ну и, соответственно, нам кажется, что вот эти открытые линии станут таким форматом, новым форматом коммуникации с клиентом. Во-первых, их можно создавать много. Вы создали одну открытую, публичную, которую везде опубликовали. Но сделали второй уровень и сделали третий уровень. Ну, если мы говорим про обычную поддержку. И переадресовать, ну, например, сотрудник поддержки пообщался-пообщался, потом говорит, ну да, это более серьезная задача, и он переадресовал ее на второй или на третий уровень, которые не опубликованы. Эти открытые линии могут создавать обычный, например, отдел маркетинга или какой-то отдел по работе с партнерами. Я бы вообще был бы рад, если бы мы в своей работе переключились на такой формат, и это стало удобнее, потому что в целом и вам, и клиентам это удобнее. Мы уже говорили, что самая главная задача найти рентабельную модель. Мы уже говорили о том, что на рынке очень явно прослеживается концепция открытия API для бизнеса, для разных мессенджеров. И на сегодняшний момент есть API у Телеграма, есть уже объявление, пока мы еще не видели, открытого API для Фейсбука, есть объявление, скорее всего, для Скайпа, Ватсап, Вайбер. Все намекнули о том, что они собираются в эту область пойти. И, скорее всего, это будет неким стихийным таким процессом, который приведет к тому, что в этом году большинство появится API. А это значит, что мы сможем подключить к этой очереди, например, ваш, не знаю, Ватсап-телефон, номер, и дальше маршрутизировать по сотрудникам, собирать обратно, учитывать в CRM, ну, в общем, добиться той цели, которая может быть интересна компания для работы с мессенджерами. Ну, собственно, это и лайв-чат в чистом виде. История всех обращений будет, страничка, где мы все чаты сложим, которые можно будет посмотреть. Аналитика открытой API для интеграции. Вот такая идея, собственно, с открытыми линиями. Бот. Давай я, потом ты дальше уже продолжишь. Ну, собственно, того бота, который мы используем в Bittrex24, мы попробуем пристроить, может быть, прям не сразу, но вообще попробуем пристроить для коммуникации внутри чата. То есть не всегда нужно бросаться, там тебе написали привет. Ну, да, нужно сказать привет. Может быть, бот будет говорить там здравствуйте, какие-то общие вопросы, а потом говорить, а, на этот вопрос я должен позвать взрослых. И тогда будет уже звать вам направлять в очередь. То есть, возможно, у нас появится бот, который будет стоять в очереди и первый принимать обращение. И вести какой-то общий диалог. Вот эта мгновенная реакция может быть очень полезной. Мы посмотрим на его интеллектуальные способности, и вы на него посмотрите. И дальше уже можем решить, мы хотим, чтобы он общался с нашими клиентами или нет. Но вообще это направление кажется очень перспективным, вплоть до того, что, может быть, для интернет-магазинов он бы мог давать рекомендации, находить какие-то товары. В общем, каким-то образом развиваться. Потому что все движется в эту область автоматизации. И тут мы опять же сочетаемся очень хорошо. Веб-формы. Веб-формы будут сделаны как решение в рамках B24. Будет два варианта поддержки или два как бы, две схемы работы. Первая схема – это тот JS, который вы можете получить, создав веб-форму в виде конструктора на B24, получить JS и поставить на свой сайт. Это сайт может быть любой, не обязательно на битриксе. Вы ее установили, собираете данные, данные сразу же попадают в CRM. И второй вариант, когда у вас нет сайта. Сегодня подходили к ним мне партнеры, которые говорили, вот у нас нет сайта, но мы хотим получать информацию с каких-то форм, для каких-то там целей, агрегировать людей. Пожалуйста, вы создаете страницу. У этой страницы есть URL свой. Вы его публикуете. Человек заходит на эту веб-форму вот в таком виде странички. Ну, это даже не процесс создания страниц, а вот как публичную ссылку на документы. То есть вы сможете получить публичную ссылку на веб-форму, использовать ее для того, чтобы на нее ссылаться, делать на ней рассылки, и все данные с этой веб-формы будут попадать в CRM. Таких формочек можно будет создавать количество любое. Соответственно, каждая форма со своим URL будет собирать нужную информацию. Мы, кстати, может быть, еще должны вместе с вами обсудить, сколько форм, куда давать в бесплатные планы, потому что это, в общем, бизнес-сценарии, и с ними можно поискать варианты дополнительной монетизации. Веб-формы кажутся очень лаконичным продолжением для развития поступающих данных в CRM. Мы считаем, что интеграцию с B24 нужно делать не только в рамках управления торговлей. Очень много сущностей торговли именно есть в B24. Мы хотим расширить этот коннектор, сделать возможность интегрироваться с бухгалтерией, с ERP 2.0, ну и с иными ERP-системами. То есть мы сделаем какой-то коннектор, который даст возможность это все интегрировать в рамках B24. Мы чуть позже объясним, к чему мы, собственно, клоним. Задачи. Ну, задачи – это дальнейшее развитие фактически наших задач. Мы хотим сделать некий такой ресурсный учет, немножко безресурсного учета. У вас, как у партнеров, есть необходимость, есть потребность продавать часы ваших сотрудников, продавать их клиентам. Мы вводим понятие ставки, вводим понятие в структуру B24, понятие акта. Соответственно, происходит как бы… Планируем ввести. Да, в сущности акт. Создается такая некая цепочка. Вы создаете и продаете задачи. Мы вам показываем в виде вот такого скриншотика, как продемонстрировано, с левой стороны ваши сотрудники, с правой стороны те задачи и те дырочки, которые можно продать в данный момент. Вы видите, что у него там есть… Подожди, это следующий слайд, по-моему. Да, это, кажется, следующий слайд. Да, вот он. То есть мы показываем эту структуру, показываем ваших сотрудников, показываем те отрезки времени, которые они заняты. Вы можете продавать часы, которые не заняты. Все, задача выполнена. В конце вы говорите, я хочу эту задачу превратить в счет. Автоматически создается сделка. На основании этой сделки автоматически выставляется акт. Вы подписываете акт, выставляется счет, счет можно оплачивать. То есть мы замыкаем полный цикл. Вы можете эти часы сотрудников продавать. Ну, хотелось бы, да, попасть. Вот с этой частью нам все более-менее понятно. То есть развернуть диаграмму Ганта вот задач к людям. В общем, мы понимаем, каким образом. Постараемся решить задачи и по ресурсному учету, и по выставлению. Ну и появится часовая ставка, естественно, у сотрудников, которые будут в этом участвовать. Да, вот, собственно, появляется акт. Сегодня меня несколько раз спрашивали, есть ли шанс, что появятся акты. Мы хотели бы, чтобы акты появились. Идем дальше. Аналитика по задачам. Это наши графические отчеты, которые в CRM вы уже видели не раз. Они очень хорошо воспринимаются клиентами. Они начинают создавать свои дашборды, получать какую-то информацию. И клиенты начали просить, чтобы мы сделали то же самое для задач. И мы планируем это сделать именно в этом релизе для задачек. Идем дальше. Мультиканальные коммуникации. Существует большая задача и как бы идея объединить в CRM самые разные источники. То есть каким бы образом информация о клиенте не поступала, давайте попробуем ее свести в CRM. И мы туда можем поместить, и мы уже помещаем телефонию, данные из интернет-магазина, веб-формы, из оффлайновых источников мы могли бы загрузить данные из 1С, тем самым обогащать и найти соответствие с нашими клиентами. Из других ERP-систем, личный визит в офис, e-mail, и мы об этом еще расскажем, у нас есть интересный план, из открытых линий, из нетворка 2.0, тоже, кстати, если написали по нетворку, почему можно и человека сразу, это же, собственно, чат. Мы хотели бы сделать API, который бы легко позволял закидывать свои данные в CRM о тех или иных событиях. Ну и лендинг-пейджи. А, дела, мы об этом поговорим. И, возможно, лендинг-пейджи, которые будут простые, одностраничники, предназначенные исключительно для размещения веб-форм, общей информации о компании и, собственно, наших современных методов контактов. Интернет-магазин. Интернет-магазин, интеграция у нас, в принципе, есть. Я сегодня долго обсуждал с партнерами и клиентами, как можно эту интеграцию сделать. Мы хотим пересмотреть немножко схему этой интеграции, хотим сделать именно как источник этих данных, дополняющий карточку внутри CRM. Мы еще не решили, как в конечном итоге это будет сделано, но, в принципе, из сегодняшних обсуждений я вынес достаточно много интересной информации и есть куда стремиться. Самое главное, что источником данных будет являться ваш интернет-магазин. Реал-тайм загрузка заказов из-за DNS. Да, из оффлайновых точек, из-за DNS-ок можно будет загружать информацию опять-таки в CRM. Тоже здесь нужно будет подумать, какую информацию догонять, чтобы не гнать большие объемы данных, что предоставлять клиентам, что важно для вас внутри CRM. Оно будет все дополнять. Вообще идеально, конечно, если бы удалось по каким-то атрибутам раскидывать эти данные по контактам и клиентам. По сути, это телефон, мобильный телефон, это email, номера карт скидок. Собственно, это основные атрибуты, по которым можно идентифицировать клиентов. email как источник получения лидов. Ну вот в этой части мы очень уверены, мы это точно будем реализовывать в таком объеме. Расскажи, как мы это видим. Email-овая часть уже у нас как бы есть. Вы можете сейчас привязывать к CRM один email-адрес. Это общий email-адрес вашей компании. С этого адреса автоматически создаются лиды. Мы хотим расширить эту схему через email. Мы хотим подключить, то есть не просто забирать его как лиды, а хотим подключить все email-адреса ваших менеджеров к CRM. Ну, чтобы не было ограничений по числу email, которые можно подключить. По сути, каждый сотрудник мог бы подключить свой почтовый сервер, подключить свой email, указать имя, пароль. И мы планируем забирать из входящих новые сообщения и из отправленных новые сообщения и входящие и исходящие размещать по лидам, по контактам, по компаниям, по сделкам. То есть размещать в формате дел там, где это требуется. Так же, как мы делаем в мобильной версии CRM, мы будем классифицировать ваш email-адрес. И можно будет сказать, что этот email-адрес не нужно использовать для создания лида или создания контакта сделки. То есть это, например, личная переписка или еще что-то. Оно, естественно, будет как бы фильтроваться. Ну, вот эту часть мы, ну, если не начали, ну, в общем, очень хотели бы в полном объеме завершить. Она кажется очень востребованной. Ну и, соответственно, это позволит пользователям работать в тех почтовых программах, к которым они привыкли. Или с теми доменами, или с теми ящиками, к которым они привыкли для работы. Network 2.0 как источник получения лидов. Здесь самое интересное, что мы хотим сделать для того, чтобы использовался на Network. У нас есть очень большой массив данных в CRM. Естественно, те клиенты, те контакты, которые есть у вас в CRM, могут иметь BitX24. Мы хотим вам подсказывать, что, ребята, вот вы создаете, например, сделку или хотите обратиться к контакту, не обязательно делать звонок. Мы точно знаем, что у нее есть BitX24. Не хотите ли, чтобы вам подняли линию сразу через Network и вы смогли с ним пообщаться через чат? Собственно, здесь показано, что можем подсказать, если у пользователей есть соответствующие контакты. Пересмотр того, что представляют собой дела. Да, дела немножко у нас были не автоматизированы. Они немножко уже не отражают современным тенденциям. Если телефонные дела, как телефон, телефонный звонок мы развивали от релиза к релизу, то остальные дела у нас не двигались. Я сегодня плотненько обсуждал дела, как можно их видеть, и в каком виде мы хотим их дать. Самое главное, мы хотим упростить схему создания дел. Предположим, вы назначаете какое-то дело, это дело выполнилось, но сделка еще не завершилась. Мы вам говорим, ребята, нужно автоматически создать новое дело. То есть попытаемся сделать некую такую систему автоматики, которая вам помогает выполнять эти дела, ставить новые и так далее. То есть работать более гибко с делами. Мы опаздываем. Давай чуть поспешим. Новый сценарий работы с делами. Ты в целом кратко рассказал. Сейчас не будем детально останавливаться. Очень интересная идея – создать портрет клиентов CRM. То есть индивидуально на клиента или на всю компанию. Для того, чтобы показать, какими источниками вы коммуницируете со своей основной клиентской базой. Или вот с этим клиентом, по каким разным источникам эти материалы, вернее, коммуникации доступны с клиентом. Ну и мы пытаемся на этой странице ответить на важные вопросы, когда там менеджеру делают звонок и говорят, вот тут клиент звонок делает, и он хочет какие-то преференции. Мы отдаем это обычно руководителю, а руководителю нужно резко принять решение, давать эти преференции или не давать. А что у тебя за градусник сверху? Этот градусник сверху говорит, насколько клиент гемороидальный, так скажем. То есть насколько он напрягает. Что с тобой такое? Насколько этот клиент напрягает через коммуникационные каналы данную компанию, сколько этот клиент приносит денег, сколько сделок было создано за определенный период. Соответственно, вы можете принять решение давать что-то этому клиенту, давать ли ему какие-то дополнительные условия, либо аккуратненько сказать, что нет, пока вы не достигли нужной точки и пока мы будем с вами работать по-другому. Так, проскочим эту часть побыстрее. Итак, задача мультиканальной коммуникации объединить в CRM и набрать много данных, но чуть-чуть забегая вперед, собственно, подойти в следующих релизах к тому, чтобы уже, используя эти обратные каналы, учиться коммуницировать, рассылать, общаться с этой клиентской базой. Итак, идем дальше. Оплата счета в онлайн. Вот с этой штукой мы тоже считаем, что у нас все получится. Вы сможете выставлять счета, на них появятся кнопочки, помимо распечатать, сохранить, это публичная ссылка на счет, появится кнопка оплатить. В общем, похоже, что до определенных сумм это будет сделать достаточно легко за счет поддержки Яндекс.Кассы, нашего спонсора. Первый сценарий – это оплата, это вот как раз написаны логотипы, с кем мы заинтегрируемся для оплаты, то есть возможно будет оплатить через PayPal. Да, на международных рынках PayPal, Google Wallet, целый ряд других, украинская система, которые позволят… Ну вот Яндекс.Касса до 15 тысяч, по-моему, до 15 тысяч достаточно будет просто там указать свой, по-моему, логин, пароль в кассе для того, чтобы принимать счета и работать по выставленным счетам. Я думаю, что в дальнейшем появится расширение для дополнительных банков, которые позволят выставлять безналичные счета уже на более существенные суммы. Кстати, все потихонечку развивают эту часть, например, из Альфа, из Сбера, можно уже через вебовскую страницу закинуть счет в персональный раздел этого человека. Это вот как раз второй сценарий, когда вы можете отправить в банковский, в банк-клиент этого человека, отправить счет, и в который он может оплатить в этом банке. И мы автоматически будем проверять, оплачен этот счет или нет. Ну, собственно, используя API банков. Таким образом, тема выставления счетов появится и начнет развиваться все больше обрастая теми или иными платежными системами. Расширение сегментов CRM, услуги в сервисных компаниях. Мы считаем, что добавляя услугу, хочется ее немножко расширить сразу для какой-то еще сферы дополнительной действий. Мы предполагаем, что есть сегмент сервисной компании, которые выставляют услуги периодически, так же, как есть периодические задачи. Соответственно, вы можете создавать акты, создавать сделки, у которых будет понятие периодичности. Создана сделка, на год, каждый месяц нужно выставить счет. Счет будет автоматически выставляться, будет создаваться автоматический акт, будет автоматически приходить какая-то нотификация о том, что вы должны этому клиенту это так отправить. В принципе, может быть, мы даже сделаем какую-то ссылку, которая будет постоянная, он будет заходить на нее или уведомление будет уходить на e-mail, например, от этого клиента. То есть в автоматическом режиме постараемся автоматизировать именно выставление вот этих счетов, актов, чтобы клиент их получал. Достаточно большая задача. Мы будем смотреть на этапность, как вообще подходить к ней. По идее понятно, что в этом направлении перспективно развиваться. Модернизируем задачи. Это внутри CRM. Из самого важного это автоматический запуск учета времени. Сейчас вы можете указать конкретный час, вы запускаете, но это все сделано немножко не в ямном виде. Мы хотим сделать более удобно, чтобы человек понимал, что он запускает задачу, он начинает работать счетчик, при запуске другой задачи у него счетчик выключается, то есть будут какие-то дополнительные оплачиваемые задачи, которые можно конвертировать в CRM. И они будут автоматически конвертироваться в CRM. Так, периодические услуги. Я немножко сказал про них. Учет товаров и услуг в CRM. Мы здесь показываем план, который в полном объеме мы в этот релиз точно не сделаем, но в целом предполагаем, что первый этап, то есть пункт 1 здесь, добавить в товар понятие остатков и складов мы можем. Вообще в целом складской учет у нас есть в управлении сайтом, и потихонечку он будет появляться внутри Bittrex24. Собственно, мы начинаем этот процесс. Я думаю, что первый этап может появиться в этом релизе. Так, совместная работа с отчетами и задачами в CRM. Давай скажем, что это вообще боль, о которой многие знают, и мы знаем, и вы нам много раз написали, мы все зафиксировали, и все номера вам показали. И мы постараемся эту задачу сдвинуть. В Bittrex24 поиск мы понимаем, что все… То есть глубокое исследование, почему не находят, показывает, что никто ничего не помнит. Но это не значит, что не нужно находить. В общем, мы придумали, каким образом сделать так, чтобы все-таки было легко отфильтровать, найти, потому что в основном люди помнят от кого, когда они писали, были это задачи, либо это была живая лента, и в большинстве компаний этого достаточно для того, чтобы буквально в несколько кликов сузить область поиска и найти нужные данные. То есть некий такой микс… По сути, не будет больше страницы с выдачей, но мы хотим, чтобы это везде работало непосредственно над страницей. Так, мобильное приложение Bittrex24. Ну, слушай, мы очень существенно отстаем. Пробежимся тогда. Регистрация. Мы бы хотели добиться сценария, как мы уже заявляли, регистрация Bittrex24 из мобильного приложения, с подтверждением мобильного телефона. Планируем работать над календарем, над интерфейсами, над поддержкой iCall, сплющить и доделать синхронизации, чтобы они были простые. Открыл Google, OOS, и у себя все подключилось. Ну, соответственно, у нас есть SMTP-сервер. Теперь мы вроде как можем обработать iCall письма для того, чтобы правильно отображать это все в календаре. Собственно, по Network 2.0 наши планы мы озвучивали, мы постараемся по ним двигаться, а это живая лента между порталами, это задачи между порталами. Ну и мы сегодня вам уже показали много технологий о том, что, собственно, мы понимаем под интеграционной шиной, как, нам кажется, может быть устроен Enterprise решение на базе Bitrix24. Собственно, вот выглядит таким образом, эту стрелочку не дорисовали, как бы есть отдельный портал, который может обладать особыми полномочиями, но в остальном все порталы как самостоятельные копии продукта. Так выглядит структура того, что мы бы хотели по Bitrix24. Еще раз подчеркну, по большому счету мы должны будем сузить эту область, определить приоритеты и решить как бы этапы, которые мы реализуем в этой части. Но стратегия, она, в общем, видна сейчас. Будем стараться как можно больше реализовать. Ну давайте мы сначала еще управление сайтом расскажем, потом перейдем к вопросам. Управление сайтом 16.5. Делаем интеграции с коммуникационным блоком, интеграция с веб-формами, звонки для клиентов. Это именно не прием звонков, он в коммуникационном блоке, а это звонок для клиентов, обзвон. E-commerce блок, на котором мы остановимся подробно, автокомпозит, это тоже интересная технология, остановимся подробно. Ну и виртуальная машина будет поддерживать CentOS 7, NGINX новый и PHP 7. Попробуем отдавать сертификаты SSL. Бесплатно есть такая технология, наша машина будет их апдейтить. Ну и D7 продолжаем развивать. Так, ну что ж, интеграция вообще с блоком коммуникации 24. Еще раз скажу, это пока символическое название. Собственно, то, что мы планируем выпустить внутри Bitrix24, просто подключив его, мы предполагаем, что мы могли бы предложить клиентам появление целого ряда востребованных сервисов. Лайф-чат на сайте, опции, которые позволили бы определить, где, когда он должен появляться, обратный звонок, соответственно, тоже с опциями, и форма обратной связи. Собственно, коммуникационный блок хочется для сайтов закрыть. Ну, не будем сейчас повторяться с ботами. Звонок с сайта. Собственно, тоже достаточно понятная технология. Мы предполагаем, что указав e-mail, мы тут же создаем дело внутри Bitrix24, начинаем исходящий звонок на менеджера через очередь, после чего даем соединение с клиентом. Запись звонка, запись CRM, все данные оказались таким образом там. Как раз сегодня спрашивали, как будет связь сделана. Вот связь будет сделана таким образом. Мы также планируем, что вот эти веб-формы, которые мы сделали, мы можем хорошо пристроить для управления сайтом. Причем мы часто слышали такие запросы от клиентов. Мы хотим, чтобы веб-формы сразу попадали данные в CRM, потому что по большому счету они нужны для обработки, для того, чтобы это был лид, или для того, чтобы это была сделка. Кажется, что тоже сочетание вполне полезное. Это показан звонок с сайта, то есть телефонная трубочка появилась, и клиент может сделать звонок, звонок будет осуществлен. Да, собственно, хотелось бы, чтобы вызывалось дистоп-приложение, и можно было делать обзвон и сразу записывать все связи по этим телефонам, по данным, по заказам. E-commerce blog, тебе слово. Ну, здесь несколько ключевых моментов, которые мы хотим сделать. В Яндексе мы хотим поддержать раздельное, отдавать информацию раздельно по торговым предложениям и при переходе показывать конкретно пересечение конкретного торгового предложения. Возможность выгружать в нужной валюте. Сейчас люди пытаются все цены планировать в валютах иностранных, потому что курсы. Ну, и пошаговый режим выгрузки. Появится привязка к разделам свойств. Свойств на сайтах очень много, тяжело ими управлять, тяжело показывать конкретные свойства. Сделаем какую-то привязку внутри каких-то разделов конкретных свойств. Попробуем сделать легкую схему смены, какое свойство находится на каком уровне, легкое перетаскивание и вообще работу со свойствами. Развитие high load блоков. Самое главное – это группировка. Свойств стало в high load блоков очень много. Дадим возможность давать права не для самих блоков, а именно кто может заполнять эти блоки. То есть, чтобы контентщикам не нужно было выдавать административные права, отдали им возможность заполнять какие-то high load блоки. Ну и вводим понятие свойства по умолчанию. Развитие торговых предложений. И самого важного мы видим, это как ввод торговых предложений в умном фильтре. То есть, мы в умном фильтре выбираем красный цвет. Соответственно, на экране у нас должны отобразиться именно те торговые предложения, которые соответствуют этому красному цвету, а не какой-то верхний уровень. Это компонент фильтра в списках товаров торговых предложений. Максим, да, тут вот напрекся. На самом деле, Женька говорит, это уже сделал. Сравнение элементов. Вы с ним сами поспорите. Сравнение элементов дать возможность сравнивать и под списка на отсутствующие товары вплоть до конкретного элемента СКУ. Это давно уже требуется. Мы хотим в этом релизе это добить. Автоконтекст. Модуль немножко был приостановлен из-за того, что изменялась схема работы внутри магазина. Сейчас мы его хотим оживить. И наши возможности, которые мы хотели выпустить, как наши такие изюминки, здесь заработают. Это по остаткам товаров, отдавать или снимать или ставить объявления по цене клика и так далее. Управление маркетинговыми акциями. Мы будем вести работы дальше со скидками. Скидки будут наращиваться. Можно будет их все делать сложнее и сложнее. Соответственно, будет требоваться интерфейс, упрощающий возможность создания таких скидок. Мы его будем дальше развивать. Мобильная версия магазина. Самый важный параметр, который требуется в мобильной версии, это добавить поддержку торговых предложений. Вы хотите выбирать торговые предложения на мобильной версии. Ну и компонент оформления заказов будет немножко изменен из-за того, что есть разделение теперь заказов. Ну и новый компонент селл-ордер Аякса. Упрощенная кастомизация для партнеров. Это наши три самых важных компонента. Это списки, деталка и выбор разделов. Мы попробуем их улучшить кастомизацию, дать возможность их блочно кастомизировать. Это очень давно тема обсуждается. Попробуем это сделать. Поддержка видеоданных в рамках этих компонентов. Компоненты личного кабинета. Естественно, изменилась схема работы с документами. Теперь можно разделять заказы, принимать оплату разными способами, разделять эту оплату. И компоненты личного кабинета, соответственно, должны эту оплату теперь принимать, обрабатывать, показывать клиентам, что заказ разделен и ушел частями. Будет доделана холдинговая структура. Фактически мы ее разбили на три этапа. Мы ее уже достаточно давно анонсировали. Первые два этапа уже выпущены, они поддерживаются. Это то, что будет сделано на третьем этапе. Достаточно небольшой этап, как говорит Леша. То есть мы его, скорее всего, завершим в данном релизе. Многовалютные продажи. Это текущая боль. Клиенты стараются сделать какие-то продажи в виде каких-то курсов. Из-за курсов ценов. Просто плавающий курс вынуждает многих устанавливать цены в валюте. Вырезали некоторые артефакты, которые предполагаем подкорректировать. Мы дадим возможность сделать округление, которое вам будет товары показывать корректно. Немножко за апдейтем наш компонент комплексный. Он достаточно давно был выпущен. Мы постараемся сделать его более гибким, чтобы вы более красиво, более современно подавали информацию в нашем комплексном компоненте. Автокомпозит. Вообще, лесни дальше. Я не помню, что у нас за слайд тут будет. Вообще, композит отличная технология, которая существенно помогает. И мы хотим найти способ, каким образом, ну если прям вот не на каждом сайте, то для большинства, чтобы его можно было включить. У компонентов должны появиться параметры. Вот как у нас есть по автокэшированию параметры, где у нас есть по умолчанию, автокэширование, единая кнопка. У нас сейчас все компоненты как бы голосуют против того, что они готовы к композиту. Мы хотели бы найти вариант. Лесни дальше. По-моему, там есть страница. Да. Когда у компоненты по умолчанию будут голосовать за то, что они композит, этот режим будет работать, ну такой условно пока называемый автокомпозит для гостей, для неавторизованных пользователей. Но если взять, например, интернет-каталог, главную страницу, то вот у нас на главной странице есть каталог товаров, который условно мы могли бы закэшировать на 10 минут. И для того, чтобы не заглушку показывать или не крутилку, мы будем вот это вот окно показывать в композите, но при изменении данных эти соответственные изменения будут приходить. В общем, мы нашли, нащупали некоторый вариант, постараемся его доформулировать и сделать технологию сильно более доступной и более простой для включения для большинства проектов. Кстати, если все получится, может тогда и с кнопкой решим с тем, чтобы ее отключать. Так, RealTimes, Bitrix24 по заказам. Ну вот мы предыдущие говорили, это, в общем, двунаправленный процесс. Определившись с этой частью, мы постараемся решить ее и в системе управления сайтом. Виртуальная машина, обновление. Самое долгожданное в этом вопросе – это поддержка PHP 7. Вадим сегодня говорил, какие есть текущие сложности. В целом задача достижимая, задача решаемая. Покажи, по-моему, следующий график по производительности. Вот так выглядит сравнение PHP, например, 5.6 и 7. И это отличный результат. Это прям очень-очень хорошие результаты по производительности. Это значит, что можно будет существенно сэкономить на ресурсах, на серверах. Поэтому, конечно, будем поддерживать и обязательно будем делать реализацию. Вот этот вопрос, конечно, существенный. Ну давайте попробуем. Мы хотим отказаться от Oracle и MS SQL. Вообще, по большому счету, уже больше года мы не рекомендуем настоятельно продавать эти решения. Многим партнерам мы прямо и клиентам во время переговоров давали точные рекомендации, что желательно не использовать. Я сам несколько раз подписывал рекомендательные письма. Здесь есть несколько причин. Во-первых, Oracle и MS SQL в целом для веба дают результаты по отклику не очень высокие по скорости. И раскачегарить эти решения получается достаточно сложно. И клиент, рассчитывая, в общем, на масштабирование в больших нагрузках, не всегда получает ожидаемый результат. Это была одна из причин. Другая причина, что, в общем, клиентов на этих базах данных не так много. Это очень большие клиенты. Но их не очень много. И получается, что это еще одна из причин, почему мы, например, много тратим сил и времени на выпуск коробочных решений. То есть мы можем выпустить облако, например, Bittrex 24, или выпустить для MySQL, но при этом поставить, оттестировать и запустить процесс под эти базы данных требует больших ресурсов. Вообще это, конечно, проблема. И мы разрабатываем целую программу, каким образом вообще двигаться в этом вопросе. Артем Рябинков курирует этот вопрос. Пожалуйста, пообщайтесь с ним. И если у вас есть клиенты, и если вы готовы поработать с крупными клиентами. То есть мы хотим найти 5-6 компаний, которые либо пробовали, либо готовы будут заняться конвертацией клиентов из этих баз данных MySQL. Вы можете построить достаточно хорошее отношение. Конечно, мы стараемся всеми силами защитить интересы клиентов. Мы будем предоставлять им и бесплатные решения, и поддержку, и консультации. Я думаю, что мы найдем взаимопонимание с большинством клиентов. Мы уже, кстати, пообщались и, в общем, получили вполне адекватную реакцию на соответствующее предложение. MySQL во многих решениях оказывается сильно более производительным и результативным. Мы рассматривали вариант поддержать постгре. В общем-то, это не решение, но раз уж мы этот вопрос здесь затрагиваем, удивительно, но для веба практически никто не запросил. То есть как бы веб безразличен к нему. По крайней мере, вы. Мы многих опрашивали и говорили, ну, у нас нет специалистов, у нас нет опыта эксплуатации. А зачем? Он говорит, да, клево, поддержите. Мы спрашиваем, а вы будете его использовать? Скорее всего, нет. А тогда зачем? Ну, чтобы было. Все-таки приятно упоминать, что есть еще одна. Под импортозамещение иногда эти тезисы звучат, но даже по этому вопросу государство, скорее, переменчиво, чем нет. MySQL, Percon, MariaDB и все клоны, собственно, MySQL, которые существуют, пока выглядят достаточно большим объемным набором. Вопрос сложный, верни, пожалуйста. Я бы очень хотел попросить вас, узнав вот об этой информации, пообщаться с нами, высказать мнение, сообщить. Нам очень важно понимать вашу реакцию и реакцию клиентов. То есть мы готовы с каждым клиентом и с вами индивидуально обсуждать эти вопросы, искать решения. Пожалуйста, контактируйте с Артемом. Продолжение развития D7. Юр. А, ну, окей. Собственно, здесь план достаточно большой. Мы продолжаем развитие продукта. Очень важная реконструкция с сохранением общей совместимости, с развитием. Мы очень последовательно движемся в этом вопросе. Здесь представлен план, то, что мы планируем делать по развитию платформы по D7. Bittrex Mobile 3.6. Коллеги представили план, то, что будет выпущено по этой платформе. Использование нативного CSS для форматирования нативных элементов, управление пуш-уведомлениями, нативные элементы интерфейса новые, дополнительные функции для оффлайна. Женя сегодня демонстрировал, рассказывал планы, что мы планируем выпустить. Так выглядит структура релизов. Здесь у нас написано три, это в целом на год. Еще раз, в начале марта мы предполагаем первый релиз, как мы говорим, малый. И, скорее всего, конец мая, начало июня, релизы следующих продуктов. Пожалуйста, вопросы. Готовы ответить на них. Вопрос по поводу функционала актов. Вот вы говорили, что поставили задачу, получили акт, счет. Соответственно, не всем компаниям это подходит. Допустим, мы как работаем? Мы в течение месяца собираем задачи, время аккумулируем, выставляем счет один за весь месяц. Мы предполагали, что такой сценарий будет и работать. То есть вы выбираете задачи и фактически аккумулируете их в одну сделку, например, если они для одной компании эти задачи. Но тогда идея еще на вскидку, чтобы можно было клиенту сформировать какой-то отчет по закрытым задачам за месяц. Да, есть такая мысль в этом вопросе. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Вадим, город Курск, Netex. Рассылки в CRM-системе и планы обзвонов и много того, что написано скоро в Bittrex 24. Это будет когда-нибудь? Этот пункт прям был стерт с доски чуть ли не в последний момент. Мы много обсуждали. У нас, в общем, есть технологии для этого. Мы просто считаем, что мы сейчас пособираем данные в CRM, а вот в следующем релизе будем уже рассылать. Да, какой-то будет аккредитационный коннектор. Всеми доступными методами. Решили, что попробуем таким образом действовать. Рассылка – это уже обработка. И мы хотим ее все-таки вторым этапом, чтобы дать не только рассылки, а дать целый комплекс обработки тех клиентов, которых мы сделали. Ну, вообще, конечно, да. Мы планируем, что это появится. Пожалуйста. Планируется, нет? Свои печатные формы в CRM. Там свои акты, свои… Печатные формы в CRM. И может, свои договора даже. Важный вопрос. Он тоже… Мне кажется, он в пункте где-то здесь фигурировал. Он был в пункте. Мы рассчитываем использовать для печатных форм, по-моему, наш этот редактор, да, из рассылок. Ну, либо что-то похожее и эту технологию. Надеемся, что все может получиться. Пожалуйста, вопрос. Вопрос звонок с сайта. Вот будет ли возможность на наших страницах подставлять другой номер телефона? Еще раз. Ну, вот звонок с сайта, чтобы на разных страницах можно было подставлять другой номер телефона. А это же обратный звонок с сайта. Это не обратный звонок с сайта. То есть пользователь указывает свой мобильный или телефон, и делается обратный ему звонок. Да, но чтобы из CRM получал именно тот человек, который компетентен, допустим, по этой услуге. А это же по телефону очереди в рамках CRM делается. То есть если этот менеджер обрабатывает клиентов, то ему этот запрос и придет. То есть появится как бы окно, на котором нужно сказать, что я хочу, чтобы звонок произошел. Либо в безусловном режиме. То есть мы предполагаем, что этим можно управлять в рамках CRM. Да. То есть это стандартная телефонная очередь в рамках CRM будет. Пожалуйста. Ну, типа ресурсный учет вопрос хотел задать. Я правильно понимаю, это будет в CRM, справочники, все ресурсы забиты. Не ресурсы. Мы говорим пока только о ставке часовой для человека. Это не ресурсный учет в том виде, в котором это project management. Это именно просто часовая ставка конкретного человека. А как он в счет будет попадать в обход справочника? Он будет конвертироваться, мы будем считать на эту ставку и показывать внутри счета. И вы подкорректируете, если вам нужно выставить счет. Ну, то есть в товарном справочнике… Просто ресурсный учет, вот как ты его сейчас пытаешься сформулировать, это достаточно большая айтишная тема. Да, совсем. Здесь мы больше целимся, например, там юристы выполнили 10 задач, отметили, то есть билдов задачи… Выкенды выполнили 20 задач, фронтенды выполнили 30 задач, часов этих стока, этих стока. Еще так. Да, все, вот так и это. Мы так это и имеем в виду. Только единственное, там будут названия все-таки не как вы говорите, мы такие ресурсы соответственно не хотим делать. Вы можете потом дальше в счете их поменять. А мы все-таки будем говорить, вот как Сергей говорит, что продажа часов, то есть Вася делал-то столько-то дел по такой-то задаче на такое-то количество часов. То есть в счете вы указываете название задач или типы задач? Название задач. Скорее всего, это будут названия задач попадать. Вы имеете в виду, что нужно не название задач, а просто нужно часы? Конечно. Я так предполагаю, что в счете как раз детальки не будет, а вот в той расшифровке деталька может быть, но вы можете не отсылать детальку. В расшифровке-то она нужна будет, да. А вот в счете… Ну это уже что взять? Нет, ну в целом мысль понятна. Это все привяжется. Контракт уже привяжется, как положено, да? Окей. Так, пожалуйста, вопрос еще. Вопрос по функционированию лайв-чата на сайте. Насколько я понял, информация, ну не информация, а история к диалогу будет храниться у того менеджера в бизнес-чате, где он общается, правильно? Нет, она будет в рамках B24 храниться, на отдельной странице можно будет посмотреть все общения. Если он создаст… Как бы интересуется позиция руководительской отчетности, чтобы руководитель мог зайти и посмотреть, проверить, как общался с клиентом? Да, конечно, это можно будет смотреть. Да, да. Отлично, спасибо. Но если, например, на основании этого чата можно создать лид или сделку, там же будет еще один сценарий. Например, сейчас никого нет, оставьте там мобильный или e-mail для того, чтобы мы могли там выслать вам ссылку, чтобы вы могли вернуться к этому вопросу. То есть мы будем стараться известными способами получить информацию для формирования лида. Собственно, это телефон и e-mail. Собственно, основные моменты. Уточняйте. Антон, давай микрофон быстрее. Еще такой вопрос. Если, допустим, клиент общается с менеджером из, ну, грубо говоря, авторизованной на сайте, то есть человек какой-то конкретно уже является клиентом, будет ли история сообщений падать в CRM? Ну, мы рассчитываем, да, что если он авторизован, значит, это уже лид. И мы, в смысле не лид, а контакт. И мы можем это привязать к CRM. Спасибо. Так, пожалуйста. У меня вопрос опять про боты. Они меня так точно зацепили. Вот такой сценарий. То есть идет звонок входящий. И я хочу запустить бота, который будет в чат менеджеру, который отвечает, ну, по очереди, согласна, да, ему подсказка, что ответить. То есть он должен понять смысл по голосу, да, найти ответ и подсказать ему, отвечайте так. В реальном режиме. Это логика, допустим, это уже как бы с нашей стороны. Нет, я уверен, что мы к этому придем. Срок не могу пока сказать. Важно, можно же связать входящий звонок, как событие, да, и запустить бота, который вот этому менеджеру, к которому пришел входящий звонок, дать какую-то, ну, что-то. Мы общались как раз сейчас с коллегами из Vox Implant. Они делают эксперименты с голос в чат. Пока очень большая цена, но есть у них технологическое решение, которое получается двухминутный разговор где-то 0,8 доллара превращается в текст. Это может попасть в CRM. На основании этого уже можно что-то делать. Пока бизнес-сценарий довольно мудренный. Понятно, что мы можем в перспективе к этому прийти. И технологии станут доступными, и трансляция станет важной. Просто появление, как бы, наша задача сейчас проверить вообще концепцию, построить коммуникации с клиентами таким образом, а дальше можем развивать. В принципе, может, с голосом появится такая реал-тайм-система. У меня здесь не сколько распознавания голоса, там, подсказка, а здесь с другой стороны. То есть, потому что звонок в CRM может инициализировать не только клиент как таковой, да, а может наша, допустим, телефонная станция, там, которая дозвонилась до клиента. Это исходящий, да. Это тексту спич. Это тексту голос с этой технологией все более-менее просто. Мы, когда будем в следующей серии заниматься, ну, как бы, отправками, мы обязательно подумаем на эту тему, чтобы можно было обзванивать клиентов и говорить, что у вас задолженность или не забудьте, у нас тут новая распродажа. Периодические услуги тоже самое. Можно будет обзвон делать. Вам выставлено. Докуменко. Попробуем в этом направлении подвигаться. И еще такой маленький вопрос тоже по поводу Vox и план такой уж сказали, да. А вообще планируется какой-то вариант поставщика телефонии, да. То есть там, ну, сейчас только Vox и план, да. Если у них какое-то направление там на тулу, например, упало, завалилось, там голоса не слышно с той стороны, мы ничего сделать не можем, да. Ну, допустим. Но все равно на ходу ты не переключишься. Как вариант. Нет, ну, у вас там. Пока по платформе нету у нас особенной альтернативы. Мы общаемся с ними, чтобы у них появилось коробочное решение, которое можно было бы поставить, например, в своем офисе и приобрести, поставить в своем офисе, чтобы трафик не выходил за пределы. Есть теоретическая возможность. Посмотрим, может быть, получится. Спасибо. Ну, давайте последний, наверное, вопрос. Предпоследний. Вопрос по задачам. Скажите, планируется ли реализовать автоматическую расстановку задачи календарей в зависимости от… ну, с учетом информации о загруженности ответственных, о рабочем времени и зависимости между задачами? Пока нет такой задачи в плане. То есть project так умеет? MS project так умеет. Понимаем. Пока нет у нас такого. Ну, нам кажется, что мы не решим пока эту задачу. Ну, или не в этой серии. Пожалуйста. Вопрос по онлайн-чату, который будет интегрирован на сайте. Он контакты будет брать только те, которые CRM знает и показывать, или же он сможет с сайта подгружать, потому что часто на сайте контактов гораздо больше и сам сайт BUS знает больше, нежели… Так, идентификация возможна же только при авторизации. То есть другой идентификации не будет, если клиент не авторизован, мы не узнаем. Нет, ну, допустим, вот даже ваша статистика, клиент не авторизован, но, допустим, по куки BUS узнает его и он в статистике записывает, там, корзина такая, в скобочках прямо пишет статистики, не авторизован, но он узнает клиента. Ну, подумаем над этим. Спасибо. Ну что ж, последний или уже все? Давайте, наверное, уже завершать или еще один? Ну, хорошо. Все, последний вопрос давай. А возможен ли такой сценарий, как групповой чат ботов? Ну, или, например, клиент что-то мне пишет, менеджер ему отвечает и в какой-то момент менеджер принимает решение, что нужно привлечь в этот чат или перенаправить этот чат на бота тематики. Который сможет спокойно долго ему отвечать. Да, спасибо большое. Вы совершенно правы. Вообще, у меня была такая мысль, что сделать даже внутри портала, вот как сейчас там смайлы вставляются, сделать такую кнопку автоответчик. И подрубился бот, который, например, научился в твоем стиле отвечать. Ну, ведь мы же все как бы теперь про… У нас туда же люди ходят в майках, как там у нас обучение, интеллектуальное обучение. На самом деле он поучился на вас, подсмотрел, подсмотрел. Если вы там, грубо говоря, материтесь, включили бот, и он в вашем стиле, как давай отвечать на вопросы. И, в общем, было бы, наверное, удобно. Ну, мы с одной стороны шутим, но вообще сейчас важно попробовать технологии, посмотреть их применимость. Вообще потихонечку, похоже, мы все больше начинаем привыкать к таким сценариям. Давайте посмотрим их ценность, полезность и начнем развивать это направление. Ну что ж, коллеги, спасибо большое за первый день этой партнерской конференции. Завтра бизнес-день, на котором будет очень много интересных докладов. Ждем вас завтра. И надеемся, вам понравился этот день и вообще этот релиз, который мы планируем в ближайшее время реализовать. Спасибо большое всем коллегам. Пока.